МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа. Программа Петербург-2020. Радио «Зенит». Автор и ведущий Игорь Сологуб. Редактор Татьяна Волович. Мы обозначили для себя такую веку, 20-й год этого столетия, с тем, чтобы подумать и посмотреть, каким станет наш город к этому времени. Это программа о том, как живет и развивается наш любимый Петербург, но самое главное о том, каким он будет и каким мы хотим его видеть. Репортаж. Специальный репортаж «Право на ненависть» из телевизионного цикла «Правда жизни». ТРК Петербург, 5-й канал. Олег Пакшин. Скандинавия всегда считалась одной из самых спокойных территорий. Репортаж Олега Пакшина. «Правда жизни». Материал на экономическую тему. Зачем стоим и стоять будем? В каких очередях стоят современные россияне? Журнал «Город-812». Анастасия Дмитриева. Когда в Петербург привезли поезд Святой Богородицы, я решила узнать, что же это такое. Люди хотят искупить грехи или скучают по советскому прошлому. И так из событий религиозного родился текст на экономическую тему. Материал в сфере культуры. Культурное обозрение «Арт-ТВ». Телеканал «Сто ТВ». Александр Малич. Доброе утро, друзья. Мы с вами на телеканале «Сто ТВ». Это «Арт-ТВ» в прямом эфире. Я Александр Малич. И в ближайшие два часа, как всегда, мы расскажем вам о главных событиях культурной жизни Петербурга. Работа в спортивной журналистике. Программа «Футбольное обострение». Радио «Зенит». Федор Погорелов. Как мы говорим на радио, это единственная программа, где у болельщиков есть право голоса без цензуры и не для протокола. В этой программе у болельщиков можно все, за исключением нормативной лексики. Именно поэтому она столь популярна среди широких болельческих масс. Фоторабота. Гибель рыбы в замерзших прудах. Associated Press. Дмитрий Ловецкий. Прогуливаясь в Парке Победы, я вот увидел, что происходит маленькая локальная экологическая катастрофа. Из-за того, что пруд полностью замерз, рыба стала задыхаться и сконцентрировалась возле небольшой проруби, где купаются моржи. Вот я два дня снимал эту историю. Операторская работа. Документальный фильм «Русские сезоны». Нача Дуата. Телекомпания «Наобум». Телеканал «Культура». Петр Миков. Я уже 26 лет пытаюсь научиться операторскому мастерству, и до сих пор мне это интересно. Начали работать над проектом для канала «Культура». Начали снимать фильм «На Чудата. Русские сезоны». По основной своей специальности он танцовщик, и именно это мне хотелось как-то подкрепить своими кадрами. «Перспектива-2011». Серия публикаций. Новая газета в Санкт-Петербурге. Александра Гарможапова. Было написано два материала на тему так называемых выборов. Оба текста сделаны с закрытых мероприятий, которые проводились в администрации Кировского района и в одной из школ Центрального района. Материал в социальной сфере. У тебя все будет. Газета «МК» в Питере. Екатерина Кузнецова. Я написала материал об удивительной, сильной женщине. Светлана Гусева родила ребенка-инвалида. И за три года добилась, чтобы всем матерям-сиделкам платили официальную зарплату в 10 тысяч рублей. Не имея юридического образования, она сама написала законопроект, который упростил жизнь таких матерей, как она. Такой поддержки женщины не получают ни в одном российском городе. Журналистское расследование. Серия публикаций. Новая газета в Санкт-Петербурге. Нина Петлянова. Не заниматься темой, из которой я вышла на конкурс «Золотое перо» темы школьного питания, было невозможно. Она возникла ситуативно, по жизни, скандально. Но также невозможно было предположить результаты этого расследования. События года. Подготовка и проведение дня объединенного фоторепортажа Санкт-Петербург сутки напролет. Авторский коллектив. Дмитрий Бергановский. Сергей Компаниченко. Павел Маркин. Юрий Светов. Валентин Эльбек. Я Юрий Светов вхожу в состав авторского коллектива. Истокий человек. Необъединенного фоторепортажа. Стал знаком признательности и любви нашему городу, Санкт-Петербургу. Мы испытали настоящий профессиональный драйв в процессе этой работы. Это было очень увлекательно и интересно. За вклад в развитие журналистики. Андрей Константинов. Российский писатель, журналист, киносценарист, продюсер, управленец. Гуру криминальной журналистики. Человек-бренд. Константинов воплотил в жизнь многие грандиозные проекты, которые по сей день остаются вне конкуренции. Гран-при. ТРК Петербург. Пятый канал. Датьяна Александрова. Привидение – это страшно увлекательная штука. Особенно, если тебе дают с этой штукой экспериментировать. Никогда же не знаешь, что получится в результате. Что скажет зритель, и захочешь ли ты сам смотреть на то, что не творил. Поэтому сегодня я вместе с командой «Утро» и Максимом Горьким буду петь безумство храбрых, кто сегодня рискует придумывать новое. Тем, кто это новое выдает в эфир. Субтитры создавал DimaTorzok окрому поддержку к косотике. Продолжение следует... Продолжение следует...